всем здорово народ с вами варчик в это видео поделюсь с вами своим мнением про ранговые бои в 2019 году стартовал новый сезон и за этот год таких стартов будет три это один из и еще будет два прошел я эти ранговые бои прошел там все ли и куда-то там попал набил все шевроны которые только можно было набить и что же по итогу какие ощущения впечатления от ранговых боев по факту как для меня содержание боев именно как режима ранговые бои как я его себе представляю было только в первый день было реальное ощущение что это ранговые бои первый день когда люди которые хорошо много и часто играют в игру world of нас зашли в первый день оперативно начали играть четко быстро проходить по рангам и когда уже в первый день поднимался высоко по рангам мог уже встречать в боях таких же как ты и хорошо играющих и понимающих игру вот в те моменты и происходили настоящие ранговые бои когда люди равные по скилу ехали и рубились в те места на карте где это возможно вот это было реально интересно и прикольно это был реально какой-то свой режим отдельный ранговые бои это не рандом не мусорник какой-то не к там не укреп это именно были ранговые бои эти люди едут рубятся на скиле но при этом ими никто не командует они сами решают все и используют свой танк по максимуму насколько умеют что же пошло не так в следующие дни в следующие дни пошло не так что люди которые быстро проходили по рангам их начала очень долго закидывать в бои и мне с кем было играть их начало закидывать к людям которые только начали играть и получилось так что люди с высоких рангов играли с людьми которые только зашли в квалификацию начали играть и по факту бои превратились какую-то кашу рандомную и от рандома они практически ничем не отличались уже начали и танки появляться дурацкие с рандома там какие-то мусорники в первый день там на высоких ранах и вообще в первые пару дней встречались только жесткие имбовые танки на высоких ранах потом уже подъехали какие-то мусорники неиграбельные которые даже в рандоме не просто не имеют смысла вообще никакого люди начали на них даже в рановых боях и ехать не туда куда хотелось бы не рубиться и превратились бои в обычный рандом и интереса они из себя не представляли никак вот самые два главных замечания от меня людям которые вверх по рангам продвигаются им не с кем играть понятно что нужно на это потратить время и не все скиловики могут сразу в первый день туда докачаться поскольку не у всех было время и возможно в очереди не с кем просто собрать бой но это решаемо если переработать саму систему рановых боев и второе претензии от меня это то что бои просто превращались в мусорку и люди спокойно докачиваются до высоких рангов да у них там горит у них слабый процент но не все равно там как-то там скрипят зубами доходят и в итоге люди которые проходили ран и и позже они уже просто играли хрен пойми с кем зачем люди с высоких рангов играют с людьми которые только зашли и проходят квалификацию мне это не понять а есть люди которые очень крайне плохо играют и они квалификацию проходят очень долго и они просто ужасно играют зачем такие люди попадаются с людьми с высокого ранга где разделение если человек играет плохо он должен играть с теми кто играет плохо своих там лигах каких-то своих там рангах тех кто играет хорошо должны соревноваться с теми кто играет хорошо но ранговые бои это просто какая-то рандомная мусорка с боями за картинки сыграл бой картинку дали сыграл бой картинку забрали и вот это вот карусель туда-сюда вообще не интересное содержание бою тоже не интересно обычный рандом на фулл голде просто бредятину только первый день представлял из себя как будто бы это ранговые бои следующее что мне тоже не особо понравилось призовые бои да прикольно что их выдают окей хорошо но зачем и сбивать с разных танков раз в день и опять же это заставляет людей брать разные танки и опять бои превращаются в кашу тоже мне это не понравилось почему нельзя чтобы выбрать один танк какой-нибудь человек сам себе выбирает этот танк и потом с него сбивает эти призовые бои пусть парочку в день там или что такое зачем кучу разных непонятных танков и пусть этот танк у этого игрока будет как бы основной потом чтобы можно было как-то отдельно посмотреть как человек играл на этом танке статку там или еще что-нибудь чтобы потом когда чел пройдет на этом танке который он выбрал основным избивал с него эти призовые дни чтобы он потом допустим на этот танк свой любимый 10 уровня получил какую-то плюшку интересную там 3d кастомизацию или еще какую-нибудь штучку или какую-нибудь ачивку что-нибудь интересное вот этот мусорник и вообще не понимаю зачем в разрабы все время мусорку какую-то устраивают не могут что-то интересное придумать и содержательные бои сделать все время все скатывается в этот мусорник и зрачин зачем они мне нужны я не хочу заходить в ранговые бои чтобы играть 48 процентными чуваками на и 100 на фугасах которые едут на тот фланг день ничего не будет происходить я не хочу с ними играть зачем они мне в ранговых боях пусть они играют с такими же и не превращается это все в мусорку я уже на стримах высказывал свое мнение нужно переработать вообще саму структуру этих ранговых боев чтобы все было разделено на лиги сыграл несколько боев и тебя система определяет какую-то лигу и ты в ней играешь сырал еще бои плохо тебя опускают ниже на другую лигу сырал хорошо играешь в более высокой лиги и и ты защищаешь звание что ты в ней находишься и как-то в ней там существуешь получаешь за это очки и плюшки чтобы это происходило быстрее а не то что ты должен сыграть миллиард триллионов боев за пол месяца там че за месяц и за сколько за 20 дней и ты просто так или иначе ты двигаешься по этим рангом получаешь шевроны даже если ты вообще просто нулевой по скилу и ты рано или поздно куда-нибудь там доползешь и будешь встречать игроков которые хорошо играют это неправильно все должно быть разделено и это тогда будет напоминать ранговые бои так сделано в других играх нормальных адекватных но наша игра же сделана для c а не для скиловиков и статистов поэтому ранговые бои напоминают из себя мусорку плюс еще это поощряется тем что в ранговых боях больше всего опыта начислялось за фраги а фраг можно просто в конце добить там случайно повезло не повезло конечно усилия какие-то нужно приложить но с 50 процентного брм в картофане фраг может добить в принципе любой даже тот кто не особо достарался а тот кто старался но просто ему последний выстрел мало не повезти а кому-то другому повезти и все фраг получила это много опыта система начисления опыта в ранговых боях просто кончено и до наработка какая-то уже принципе есть она работает но коэффициенты которые начисляются за действия в бою настроены на мой взгляд неправильно очень мало дается опыта за действия выполняющий роль танка и очень много дается очков просто за фраги тупые просто фраг подсосал 3 фрага подсосал без урона все ты в топе по опыту в топ-3 все получил 200000 урону полетел дальше серьезно можно было просто фражики подсасывать и урончик набивать очень много дается за фраги за урон особенно за фраги я лично натанковывал по 7000 на тяжелом танке в ранговых боях и накидывал 2000 урона при этом не делал фраги и я был в таком днище по опыту что даже не то что 2 шеврона не получил я вообще шеврона не получал 7000 на тяжелом танке зачем я на нем танкую разработчики понимают что пока я танкую 7 косарей на фланге все враги разряжаются в меня 7000 это очень много вытанковать голды потому что все голдой стрелять и фугасами 7 косарей все мои союзники дамажит пока я разряжаю всех врагов и мне за это ничего не дают меня просто шлют куда подальше на мой взгляд система сделано примерно нормально коэффициенты проработаны крайне плохо просто столько много опыта за фраги давать это бредятина все должно быть равномерно за все действия в бою чтобы не было такое что ты делаешь только одну вещь и получаешь много опыта делаешь одну вещь получаешь только частичку опыта нужно все делать сами разрабы говорили что нужно делать это и другое а в итоге получилось что не надо делать то и другое просто фигачу урон и фраги особенно фраги все из-за этого и получилась эта каша рандомная вообще просто бред и очень длинные эти ранговые бои столько много боев надо сыграть да конечно кто-то за 100 боев прошел кто-то за 300 кто-то и за 500 наверное не пройдет это все зависит от процента того как ты получаешь шеврон и но честно говоря можно было бы лично на моем месте пройти ранговые бои за несколько дней но я их проходил очень долго поскольку я просто не мог собраться с духом чтобы зайти в эту мусорку рандомную за картинки и поиграть еще я просто через силу заходил уже лишь бы как-нибудь докатывал да это конечно отмазки но у меня просто воротит от такого режима в который я получил удовольствие только в первый день все остальные дни мне просто было не комфортно играть в это и я объяснил почему вот такой вот режим ранговые бои плюс еще какие-то там золотые монетки дают за которые в конце года дадут 9 уровня там который мне нахер не нужен поскольку балансировщик на 9 10 уровне просто лучший на планете принципе как и наша любимая игра мир тунчик сав ну и напоследок еще две вещи которые хочется упомянуть которые были в ранговых боях и от них никуда не денешься про них нужно поговорить одна из этих вещей это чатик и сопли слезы которые там льются каждый ранговый бой он просто не нужен этот чат там столько мало интересных сообщений и важных для боя что просто не хочется его даже включать настолько бесполезной функции в игре как чатик я не видел вообще ни в одной в любую игру заходишь и чатик что-то из себя представляет но только world of нас это самое бесполезнейшее место которое просто занимает место ресурсы и деньги разработчиков которые поддерживают и разрабатывают наш любимый чатик в котором только слезы сопли срач он просто вообще я ненавижу чатик world of dance это просто на и конченнейшее место тем более в ранговых боях если в рандоме еще то можно иногда улыбнуться с тупости рандомных цены и батаров то в рановых боях там люди посерьезу слезы льют направо и налево и это просто не то что бесит а тупо вызывает отвращение поэтому чатик в рановых боях у меня заслуживает минус 10 картошек из минус 10 картошек потому что это просто забей что это такое там такие сопли разливаются просто ну и все-таки есть за что похвалить прям четко картошку это все-таки система которая общую такую финальную таблицу показывает с лигами кто куда попал поскольку место твое в общей таблице теперь зависит не от количества боев которые ты там наиграл и просто шеврончики понабивал а зависит от процента как часто то эти шеврончики получаешь и это правильно конечно плохо что весь режим слабый еще и далеко не доделанный но хотя бы уже финальная таблица работает адекватно плюс-минус можно ее понять что она правильная и занимается своим делом поскольку отображает реально людей которые подстроились правильно по те ранговые бои которые картошка нам устроила и показали как в этих ранговых боях добиваться хорошего результата это уже другое дело что мне не понравились те ранговые бои которые картошка сейчас сделала и что я под них не то что не подстроился я даже в них играть толком то не хотел и прошел их просто потому что я должен для вас сделать видосик и рассказать что там происходит честно говоря хотелось просто забить полт не проходить ранговые бои вообще не то что до конца просто на второй третий день забить просто сделать видосик сказать что там все в говне и все но поскольку я почему-то правильный и все время пытаюсь быть правильным перед собой не обманывать не то что зрителя просто самого себя то я дошел до конца рановых бою прошел там все что можно пройти и только после этого делаю для вас видосик хотя как бы хотелось просто даже не находиться там я уже объяснял почему но хотя бы финальная таблица отображает реальное нагибающих людей тот режим который картошка нам сделала и как хорошо что люди которые просто накатали кучу беспонтовых боев не находятся в топе на первых местах поскольку они этого не заслужили просто катая от балды с низким результатом и вообще с низкой эффективностью люди не должны попадать на первые места с вами был арчик играть красиво пока